Ты еще не играешь на Амазинг РП? Ты многое теряешь. Например, то, что ты можешь вступить в мою семью Блэк на сервере Йеллоу. Но что же нужно, чтобы вступить ко мне, спросишь ты. Все просто. Создай персонажа с фамилией Блэк, а на этапе регистрации введи мой промокод ДАЛЕР и получи 450 тысяч игровой валюты. И также ты можешь зайти на любой сервер под моим промокодом. Все ссылки будут в описании. Вот примерно вот как-то вот так надо кататься на этой машине. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Далер Блэк. И сегодня у меня на обзоре Dodge Ram TRX. Вы можете представить, что это вообще за монстр? Это просто какой-то зверь. Ну а перед началом просмотра поставь этому ролику лайк, потому что уверен, что он тебе понравится. Подпишись на канал и оставь любой комментарий. Все это нужно, чтобы ролик попал в рекомендации. Так работают алгоритмы Ютуба. Итак, дорогие друзья, хотелось бы начать с его звука. Просто послушайте, как он рычит. Это же просто настоящий монстр. Кстати говоря, звучит он как динозавр. И это неспроста, потому что TRX в переводе означает T-Rex. А T-Rex это у нас динозавр. То есть машина была названа в честь динозавра. Итак, давайте рассмотрим его салон. Салон здесь, конечно, бедный. Он весь серый, какой-то пластмассовый. Ничего здесь такого сверхъестественного абсолютно нет. Никаких дорогих материалов. Все дешево достаточно. Большой, просторный салон. Панель приборов достаточно качественная. Интересный, конечно, спидометр. Я его не понимаю. Некрасивый, уродский. В целом, больше про салон сказать нечего. Скучно. Скучный салон. Но эта машина и не про салон. Итак, дорогие друзья, давайте рассмотрим его карпас. По ГОСКИ. TRX стоит 7,5 миллионов рублей. Что очень, очень вкусная цена. Потому что эта машина имеет свои качества. Я установил сюда стейдж первый. И все. Более, чем в стейдже первом, машина не нуждается. Клиренс не нужен. Отрицательный развал, баловство. Сигнализация. До сих пор, кстати, не знаю, что такое сигнализация. Не знаю и не хочу знать. Антирадар, аудиосистема. Все это баловство, которое я вообще не понимаю. Не надо это все сюда устанавливать. Нитро. Под вопросом. Потому что машина стоит 7,5 миллионов. Это уже дело вкуса. Хотите ставьте, хотите нет. Объем бензобака 129 литров. Вы можете представить. 129 литров и хватает надолго. Скажу честно, хватает надолго. Дополнительный бензобак вообще, я не знаю. Это как Nokia 3310, которую ты зарядил. Ее на неделю хватает. Тут та же самая история. Ты его заправил и просто забыл вообще. Тип топлива. АИ-98. Кстати, удивление для меня. Потому что я думал, что эта машина будет на дизеле. Но в целом разницы я никакой не замечаю. Машина дизель и машина бензин и поэтому... Итак, пацаны, давайте скатаемся на авторынок. Спросим мнение народа про эту машину. И там же попробуем устроить гонку. А именно, надо будет найти пару внедорожников и устроить гонку между ними. Неважно, какая это машина будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, извини меня, игрок, которого я сейчас врезался. Но вы, кстати, заметили, что этой машине плевать. То есть, понимаете, она настолько высокая, что все остальные машины служат для нее трамплином. То есть, сейчас столкновение было с моими колесами у того таксиста. Итак, сейчас мы доедем до авторынка. Попробуем найти там внедорожники. Если так получится сделать, то мы устроим гонку. Если нет, то, ну, значит, не судьба. Бля, твой рот... Блядь. Ну вот откуда он, блядь, появился? Блядь. Ребят, я, конечно, все понимаю, но только что я врезался в пожарную машину. Починился. Она у меня, во-первых, возникла прямо вот буквально перед лицом. А теперь здесь просто вот такая штука с нее. Что? Что происходит вообще с этой игрой? Я не понимаю. Давайте попробуем ее как-то укатить. Это вообще возможно. Я попробую под нее заехать. Вы понимаете, насколько... Теперь мой додж... Мой додж. Это теперь пожарная машина. Взгляните. И почему она катится, эта хрень? Как она вообще называется? Стрела, по-моему, это называется. Напишите, кто шарит. Вообще, есть пожарники в комментариях? Кстати, интересный момент с ее гудком. Послушайте, как он гудит. Я не тыркаю кнопку, я просто ее зажал. Слушайте. Это что такое? Вот я ее пытаюсь тыркать, слушайте. И он просто не звучит. А когда его зажимаешь, это просто пип-пип-пип-пип-пип-пип. Как будильник какой-то. Ну, короче, ясно. Итак, пацаны, как вы можете наблюдать, на авторынке пусто, к сожалению. И подъехал вот только гелик какой-то. Ну, скорее всего, гонку устроить не получится, потому что народу нет. Даже мнение спросить, понимаете, у народа ни у кого некого. Просто опрашивать народу нет. И чтобы исправить эту ситуацию, вводите мой промокод, регистрируйтесь, чтобы побольше народу здесь было. Я знаю, меня смотрят много людей, которые часто стоят на авторынке. Поэтому на туре, пацаны, заходите. Давайте изменим ситуацию. Потому что так не пойдет. Слишком мало народу на авторынке. Даже не получилось спросить мнение народа об этой машине. А я уверен, что мнение народа об этой машине очень хорошее. Потому что машина очень годная, реально. Плохого в ней мало. На самом деле, плохого в этой машине мало. Она резвая. У нее большой бак. У нее хорошая подвеска. Она нигде никогда не застрянет. При столкновении вы никогда не пострадаете. Потому что любые легковые автомобили служат для вас трамплином. В целом, машину рекомендую. Машина мне нравится. Поэтому покупайте и кайфуйте. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok